Часть взносов за капитальный ремонт вернут инвалидам и пенсионерам. Об этом сегодня сообщил министр социального развития региона Кирилл Лебедев. И тут же уточнил, получить компенсацию непросто. Существует ряд важных условий. Кто может рассчитывать на льготу и что необходимо сделать? С подробностями Ксения Фрик. Пенсионерам старше 70 лет скидка 50%, старше 80 – 100%. Такие компенсации за взносы по капремонту предложено выплачивать пожилым людям в области. Но существует ряд условий. Одно из них – отсутствие задолженности. При этом право на получение компенсации необходимо сначала подтвердить. Нам нужно подтверждение, что это одиноко проживающий, то есть это сведения о составе семьи будут нужны. Второе – это что он собственник этого жилого помещения. И третье – это сведения о том, что он является неработающим. И в том числе в составе семьи, это уже другая категория, тоже проживают неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста. Еще одно из условий – отсутствие подобной льготы. Если пенсионер является ветераном войны или боевых действий, то такая компенсация пожилому человеку уже выплачивается. А значит, дополнительной не будет. Такую меру соцподдержки планируют применять в области с 1 июня, пока законопроект рассматривают депутаты. На это областные власти рассчитывают потратить около 40 миллионов рублей из регионального бюджета. А вот по инвалидам 1 и 2 групп решение уже принято на федеральном уровне. Компенсация будет предоставляться инвалидам, даже если они не являются собственниками живого помещения. При этом долгов за капремонт у них тоже быть не должно. С 1 января людям с ограниченными возможностями, детям-инвалидам и семьям, которые воспитывают таких детей, тоже полагается скидка в 50%. Еще одно из важных условий. Размер компенсации будут рассчитывать не от суммы, которую заплатили по квитанции, а исходя из специальной формулы. За основу взяли размер жилплощади, причем не фактический, а минимальный, то есть количество квадратных метров, рассчитанных по нормам на одного человека. Нормативная площадь жилого помещения установлена для одиноко проживающего 33 квадратных метра, для одного члена семьи, состоящей из двух человек, 21 квадратный метр, и для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 18 квадратных метров. Получается, в итоге компенсация может быть и меньше 50%, если квартира по площади, например, больше норматива. Но все же вначале претендующим на скидку нужно заплатить полную сумму взноса за капремонт, а уже после начать компенсации. Первые за январь и февраль стоит ожидать только в марте или апреле. Дальше выплаты будут приходить каждый месяц. Гражданам, соответствующим всем условиям получения компенсации, но не получившим ее в марте, апреле 2016 года, мы рекомендуем обратиться после 1 мая 2016 года в органы соцзащиты населения для уточнения сведений, необходимых для расчета компенсации. Дополнительно подтверждать статус инвалидов в соцзащите не нужно. Вся информация об этом в областном министерстве уже есть. По их подсчетам, на компенсацию в области могут претендовать более 30 тысяч людей с ограниченными возможностями. Деньги на это выделяет федеральный бюджет. Ксения Африк, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.